Здравствуйте, дети! Сегодня познакомимся с такими приемами, как раскатывание теста, отщипывание, раскатывание теста пальчиками в виде капельки на ладошке, круговыми движениями при выполнении работы подсолнух. Подсолнух. Подсолнух, которые растут на клумбах, и вообще, когда начинаешь говорить о подсолнухах, сразу сделается всем весело, все улыбаются, все вспоминают это растение, которое растет под солнцем, поэтому оно и называется подсолнухом. Вот куда солнышко повернется, за ним и подсолнух поворачивается. Солнышко в другую сторону повернулось, и подсолнух в другую сторону повернулся. Оказывается, подсолнух к нам привез Петр Первый. Вот откуда пришел к нам подсолнух. И крестьяне стали выращивать целые поля подсолнухов. Потом они мяли семечки, и из них получилось подсолнечное масло. Оно такое вкусное, ароматное масло, очень полезное, и очень много в нем витаминов. Вот какой подсолнух. Ребята, я бы еще хотела, чтобы вы немножечко расширили свой кругозор и тоже приготовили мне проект про подсолнухи. Каждый бы из вас написал, приклеил картинку или фотографию, или где вы в огороде или в саду выращиваете подсолнухи, и пошлите мне на сайт дворца. А сейчас, для того, чтобы слепить вот такой подсолнух, или такой, какой вы желаете сами, нам нужно обязательно сделать тесто. Можно такой подсолнух сделать в горшочке, можно целые поля налепить подсолнуховые. Вот что можно сделать. Сейчас мы будем делать с вами тесто. Берем мисочку, берем стакан муки, полстакана соли, полстакана воды, замешиваем, и слепили вот такое вот у нас получился такой комочек теста. Тесто очень эластичное, мягкое, к рукам не прилипает. Посмотрите как. Будем тесто хранить в мешочке, в холодильнике, или же закроем сейчас при работе влажной салфеточкой. Ребята, давайте вспомним технику безопасности. Как мы будем работать со стеком? Правильно, стек передаем тупым концом. Можно ли кушать тесто? Вы смеетесь, правильно, потому что вы знаете, что тесто кушать нельзя. Молодцы! Сейчас приготовим рабочее место. Сегодня для работы нам понадобится тесто, как простое, так и цветное. Обязательно нам понадобятся семечки, клей понадобится, влажные салфетки. Обязательно понадобятся разные краски. Если мы будем с вами лепить из цветного теста, то краски тогда нам не понадобятся. Ну и что? Сейчас будем с вами начинать работать. Подумайте, что вы будете лепить. Или вы слепите отдельный подсолнух, или вы слепите подсолнуховое поле. Тогда вот так располагайте листочек. Подумайте и начинайте создавать свой творческий проект. Вы можете карандашом нарисовать, можете начинать лепить сразу же сами. Самостоятельно можете делать, или послушав, как я говорю, правила выполнения работы. Для работы мы берем кусочек теста, отщипываем, будем лепить головку подсолнуха. Размяли, еще размяли, еще размяли. Круговыми движениями у нас получился такой шар. Этот шарик расплюзнули, получился такой вот круглый маленький блин. Это и будет середина подсолнуха. Можно расположить листочек так. Тогда здесь можно много нам сделать подсолнухов. Берем клей и с помощью клея приклеиваем. Вот что получилось. Вот у нас уже получилась головка подсолнуха. Посмотрите, как получилось у меня. А у вас как, дети? Берете семечки и в тесто, пока тесто влажное, надо успеть все семечки вот так вот все соединить друг с другом. Можно нарисовать глаза, нос, рот, как у этого цветочка. Это тоже будет подсолнух. У подсолнуха ствол очень высокий, очень длинный, если этот подсолнух растет в поле. А у декоративных подсолнухов маленькие стебли, стволы. Он же растет стволом. Диаметр у него сантиметров 10 у этого ствола. Может быть больше, может меньше, в зависимости от сорта. Потому что, дети, знаете, сейчас ведь очень много сортов разных подсолнуха. Семечки-то ведь в магазине все время продаются. И лущеные, и не лущеные. Давайте-ка мы еще с вами подумаем. А что же еще делают из подсолнуха? Правильно, вы подумали. И слюнки у вас потекли. А знаете, что делают? Оказывается, еще делают подсолнечную холбу. Вы это тоже слышали об этом? Вот еще что делают из подсолнуха. Можете семечки острием положить. Можете взять клей. Если вам уже так надоело делать, можете просто с помощью клея и с помощью стека вот так все приклеить. Потому что расположение рядов семечек в подсолнухе в основном тоже бывает по-разному. Здесь я сделала очень ровненько. Вот так все сложила. Посмотрите, как все ровно. Здесь будет немножечко вот так. Так вот головку подсолнуха мы сделали. Сейчас будем лепить лепесточки. Берем тесто, раскатываем, отщипнули, отщипнули, раскатываем. И у нас получается вот такая вот капелька. Капельки можно сделать как большие, так и маленькие. Можно вот здесь нам лепесточки выложить в два яруса, как вот у этого подсолнуха. А здесь внизу в один ярус. И раскладываем. Еще сделали, раскладываем. Не забудьте прижимать пальчиками, потому что лепесточки-то ведь могут, они ветер подует и все может оторваться. Вот у нас как все получается. Вот такой вот получится. Прилепили. Вот такие вот у нас получились лепесточки. Еще будем делать. Вот посмотрите, как получается. Позвоните, пожалуйста, Оксане Васильевне. Вот у этого подсолнуха мы слепили лепесточки как в один ярус, как в один этаж. Потом второе сделали. Можно сделать третий, как вам пожелается. Но уже головка подсолнуха готова. Мы можем с помощью кисточки с красками или фломастера сделать стебель. Обязательно листья. Вот у нас получится такой красивый подсолнух. Ребята, вы выбирайте сами. Что вы сделаете? Я возьму зеленую краску и нарисую стебель. Нарисую листья. Буду раскрашивать подсолнух. Мы можем слепить листочки из теста. Можем нарисовать фон, как вам желается. Можете взять двойную краску и оранжевую, и желтую. И вот так все раскрасить аккуратненько. Вот мы раскрасили подсолнух. Какой он у нас получился, посмотрите. Сейчас будем лепить листики. Мы можем на эту краску налепить листики. Можем оставить крашеные зеленые листочки. Берете тесто, раскатываете между ладонями, стеком, делите пополам. И будут у нас еще раз пополам делим. И будут такие листочки. Формируем. Если тесто липкое, припудриваем лукой. И начинаем формировать листочек. Один листочек сформировали. Еще листочек сформировали. Не забываем в листочках рисовать рельефные прожилки. Потому что это листочки-то у нас ведь с прожилками в природе. Вот такие вот листочки получились. Можно было оставить просто зеленые раскрашенные. Не забывайте делать зубчики стеком обязательно. И сделать рельефные листочки. Получается подсолнух очень красивый, выразительный. Вы можете сделать клумбу и на клумбе налепить маленьких подсолнухов. Но если мы слепили с вами из теста листики, сейчас возьмем зеленую краску и раскрасим листочки. Раскрашивайте всегда несколькими красками. Тогда получится очень красиво. Как будто бы где-то листочек или оттопырился, или тень от чего-то пошла на этот листочек. Вот мы раскрасили, сделали фон. Можно еще дальше сделать фон, как вам желается. Чтобы работа сохранилась дольше, вы ее просушите. Не сушите ее в духовке. Положите на подоконник, где у вас солнечное место. Она высохнет, эта работа. Потом еще раз подкрасьте. Потом залакируйте. Лак можно взять. Спросите разрешение у родителей для волос. И просто побрызгать. И работа тогда у вас будет вот такая вот чудесная. И не будет у вас краска пачкаться по рукам. Вот сегодня мы с вами лепили подсолнух. Вы знаете, что разных видах подсолнуха бывает очень много. В работе использовали семечки подсолнуха. Лепили мы, использовали прием не только круговых движений, но и использовали капельку. Прием лепили и раскатывали маленькую капельку. Из капельки делали лепесточки. Сделали бутон. Сделали подсолнух. Двухъярусный, одноярусный. Какой вы желаете, так и слепите. Если есть у вас фотографии, пошлите фотографии с подсолнухами. Пошлите свои работы на сайт Дворца. Очень приятно было с вами увидеться. С вами была Валентина Михайловна. До свидания.